Всем привет! Меня зовут Анна Котова и это обзор к сериалу «Любовь в моей жизни». Моя правда и мое мнение, что в новогодние открытки смысла больше, чем в этом сериале. Не тратьте свое драгоценнейшее время, и это правда. Сиркан, называй актера своими именами, это наш главный герой. Если ты хочешь сниматься и дальше, то только с хорошим кастом. Точнее, с сильной актерской командой рядышком и хорошим сценарием. Что, в принципе, ты и сделал в сериале «Кольцо». Вот в том же духе и надо. Это комедия, романтика и драма не твое. Максимум – любовь в час опасности, чтобы твой зритель обманулся ощущением волнения от взрыва или перестрелки, думая, что этот эффект произвел твой поцелуй. Главная героиня в исполнении Хан Дэй Догандемир тоже не актриса года и даже ближайшего десятилетия. Еще и взяли типаж а-ля из народа. И в нее влюбился богатый красавчик за то, что она вся такая неуклюжая, теле, простушка и на горизонте маячит еще один рыбак на этот пруд. Не верю. А Хан Дэй можно смело забыть про романтические и веселые роли. Не ее это типаж. Вот если бы она стеру сыграла, ну или просто отрицательного персонажа, то более вероятный успех на поприще актрис. А так еще пару неудачных сериалов и «Гудбай, Кузу». И это правда. Не люблю такое. Нежизненно и неполучительно. Неправдоподобно. Любовь здесь не победила для меня. И где она была в этом сериале? Опять Берг Хакман, а-ля соперник нашего главного героя, отыграл хорошо. Либо «Серкан Чай в углу» совсем полный ноль, как актер. Это уже второй сериал, где играет на вторых ролях Берг Хакман и вызывает симпатии к себе больше, чем главный персонаж. Первый – это «Черная жемчужина». Так-то дядечка горячий и местами хорошенький. Почему не виделась сериал, где он был в главной роли? Я бы посмотрела. Моя оценка 3 из 10. За труд съемочной команды и все. Пока-пока.